Установившаяся на территории региона сухая солнечная погода в ближайшее время не поменяется. И это не может не радовать в преддверии долгого холодного сезона ясные дни на вес золота. Завтра, 24 в четверг, будет самый теплый день. 22 градуса обещают после обеда. Также не будет ветра сильного. Там 2 метра порывы до 5 метров в секунду. Пятница немножко похолодает на градус, там 21 градус обещают. Но ветер тоже слабенький, хороший, 2 метра 3. И порывы там чуть побольше 7 метров в секунду. К выходным похолодает, ветер усилится и дыхание осени будет уже ощутимо. Между тем, именно сейчас наступает одно из красивейших времен года. И продолжается сезон туманов. Ночью холода до 14 градусов, а с восходом солнца активный прогрев и туман. В свои права осень вступает и с точки зрения астрономии. Вчера, 22 сентября, состоялся день осеннего солнцестояния. Сейчас дни идут на обувь очень резко, быстро. Потому что солнце движется под самым большим углом к экватору. Поэтому погружается под горизонт все быстрее и быстрее. Так будет в течение примерно месяца. А потом дни будут короткими, но меняться их долгота будет медленнее. В следующий за равноденствием день, 23 сентября, для наших предков был особенным в народе. Это праздник Петра и Павла Рябинников. Согласно традициям, рябина справляет свой день рождения. Было принято развешивать рябину под крышей дома для защиты от проявления нечистой силы в грядущий период, когда ночи длинные и властвуют холода. Марина Комиссарова, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».